Всем привет! Начну наш сегодняшний выпуск с новостей экономики или как в Яралаше, да, веселую историю послушать не хотите или самое забавное, когда вот новости экономики я читаю, я каждый раз убеждаюсь в одном и том же. То, что происходило раньше, в 90-е, коими нас очень любят пугать наши руководители, хотите как в 90-е, вот тогда не воровали, тогда тупо приворовывали. Даже еще некоторое время назад, в период там раннего Путина, тоже не воровали, тоже тупо приворовывали, ну вот как вам, например, такая новость. Тут, значит, председатель правления Газпрома, господин Миллер, доложил о том, что вот смена ПО на их компьютерах и гаджетах, программного обеспечения, с иностранного на импортное, обойдется компании Газпром, нашему национальному достоянию, внимание, в 180 миллиардов рублей. Ребят, вдумайтесь в эту цифру. 180 миллиардов на что? Чтобы просто поменять ПО на компьютерах того Газпрома, на его гаджетах. На каком-то оборудовании, то есть снести импортное программное обеспечение, закупить наше и поставить его вот на эти самые Газпромовские компьютеры. Вы знаете, я несколько раз это перечитал, мне подумалось вот о чем, я думаю, блин, сейчас где-нибудь в Майкрософт, когда услышали это, попадались со стульев и уже готовы бежать принимать российское гражданство. Более того, они готовы зарегистрировать, перерегистрировать свой Майкрософт где-нибудь под Воронежем, потому что 180 миллиардов, ну если кто не понимает сколько это, это не просто огромные деньги, это сумасшедшие деньги. Но для понимания бюджет моего родного Екатеринбурга, один из крупнейших городов России, всего 40 миллиардов рублей, годовой бюджет Екатеринбурга, один из крупнейших городов. Вот 180 миллиардов для Екатеринбурга это 4,5 года жизни, то есть 4,5 года, полутора миллионный город живет вот на эти 180 миллиардов. Полутора миллионный город живет на 180 миллиардов и ровно столько господин Миллер собирается потратить на то, чтобы заменить ПО на компьютерах компании Газпром. Я если честно даже не уверен, что во всех вместе взятых офисах того Газпрома есть такое количество компьютеров. То есть я думаю, если посчитать жилищные компьютеры, гаджеты всех его сотрудников, всех околоплавающих, всех присосок и то не насобирается там на 180 ярдов, да. Ну повторюсь, это говорит только об одном, что уже ребятам все равно, они уже тащат все, что не приколочено. Вот такой инстинкт последнего хапка, если хотите, вот пофигу. Есть возможность упереть, мы упремы. Хочу сейчас обратиться к ватникам, которые очень любят говорить, да, что ну вот эти-то вот менять власть зачем? Уже нецелесообразно, потому что вот эти, которые сидят у власти, они уже набили себе карманы, они уже наворовались, да, а те, кто придут новые, они будут по новой воровать, поэтому вот менять нецелесообразно. Шило-намыло, да нет, ребят, мы все больше и больше убеждаемся, они никак не наворуются. Они вот не просто наворовались, они начали уже борзеть. Потому что сейчас миллион, они уже не считают такими цифрами. То есть миллион для них это копейки. С миллионами сегодня задерживают там каких-нибудь мелких взяточников, жуликов, каких-то мелких губернаторов, губернатора Пензенской области. А если мы говорим о масштабных каких-то корпорациях, таких как Газпром, то речь идет о миллиардах. О сотнях миллиардах на программное обеспечение в данном случае. То есть эти ребята обошли на повороте даже Роскосмос. А если кто не знает, опять же вчера эта новость прилетела. Опять Кудрин, глава счетной палаты, отчитывался перед Путиным и сообщил, что они нашли в Роскосмосе нарушение на 30 миллиардов рублей. Понимаете? Нарушение они нашли на 30 миллиардов рублей. В Космосе, к сожалению, снова находим нарушение больше, чем на 30 миллиардов рублей за прошлый год. Это разного качества. Там где-то бухгалтерский учет, где-то есть нацелевое, где-то есть нарушение нормативов финансирования. Я балдю, дорогая редакция, сейчас это вот так называется. Ну вообще, вот этот вот путинский лексикон, который появляется во времена Путина, он там одна фраза смешнее другой. Значит, у нас давным-давно уже не взрывы, а хлопки. Да, у нас давным-давно уже не падение, а отрицательный рост. Сейчас вот, оказывается, не украли 30 миллиардов, а совершено нарушение на сумму в 30 миллиардов рублей. Когда-нибудь, да, все вот эти вот первые попадут обязательно в учебники. Но, повторюсь, Газпром переплюнул даже Рогозина с его Роскосмосом. То есть, Роскосмос там на строительстве космодрома, на строительстве несуществующих, да, ракет, летательных аппаратов. Вот умудрились опять смылить 30 ярдов, а ребята тупо на ПО-180 запустят. Ну и догадайтесь, кто за все это заплатит. В конечном итоге это реальная журналистика. Поехали! Ой, история с этой вакцинацией Владимира Владимировича Великого. Ну, оно же просто кроме смеха ничего не вызывает, да? Ну, во-первых, то, что пропагандиста вместе с ними Владимир Великий уже там полгода больше, даже 8 месяцев трезвонят из каждого утюга о том, что мы создали самую лучшую в мире вакцину. Я, правда, не знаю, о какой они говорят, потому что по факту оказалось, что они создали уже три вакцины. Правда, ни одна нигде не зарегистрирована, но вот, тем не менее, три вакцины у них есть. И они этим постоянно хвастаются. Кстати, вот о приколе с этой регистрацией вакцин я расскажу в следующем выпуске. Ну, да ладно. Вот, значит, несколько месяцев к ряду они трезвонят, что у нас самая лучшая, самая эффективная, самая супер-пупер классная, замечательная вакцина. И вот в очередной раз они напомнили нам об этом, да? Когда на прошлой неделе случился вот этот вот скандал, Путин-Байден, давайте напомню. Мы побеждаем пандемию. Наша вакцина лучшая в мире. Они только планируют. Ну, вот как-то так получалось, что Владимир Великий сам-то никак ей не прививается. То есть такая замечательная вакцина, как он говорит, да, по всем показателям мы обошли на повороте всех на свете. Даже американцев, даже европейцев, то есть круче нашей вакцины бывают только яйца, но сам Владимир Великий упорно не хотел ей прививаться. Несколько раз ему задавали ведь эти вопросы, в том числе и после объявленного им начала массовой вакцинации. Помните, да, что он тогда ответил, что для стариков, в принципе, она еще, в общем, как бы, мы не понимаем, как она будет работать. Поэтому я подожду. И вот, видимо, тут уже совсем нечего было сказать. Уже, ну, просто вот эти отмазки, они всем надоели. Да и вакцинация каким-то образом шла очень медленно. То есть, ну, не хотели люди, да и я не хочу. Я же вижу, что происходит. Вакцина не зарегистрирована. С этой вакциной ничего не понятно. На ком там проводили испытания, тоже непонятно. Да и сам Путин что-то не спешит ей ширяться. Ну, явно, такая вакцина не вызывает, да, какого-то доверия. И вот тогда они, видимо, решили, там, пропагандисты придумали, обыграли все это делают. Вот в минувший понедельник заявили о том, что Путин все-таки собрался вакцинироваться. И вот эта вот история педалировалась на протяжении двух дней к ряду. Вчера целый день во всех информагентствах вот-вот-вот. Вот прям сегодня, прям сейчас он собирается принять вот это вот данное лекарство, уколоться данной вакциной. Все ждали. Причем никто не объяснил, какой именно вакцина он будет ширяться. Ну, да бог с ним. А вот дальше было смешно. В какой-то момент вылезла усатая помело, да, пресс-секретарь Толмач Путина. И сообщил вдруг всем, что, ребят, да, Путин будет вакцинироваться, но это будет делаться не публично. То есть не под камеры, как мы с вами привыкли вакцинироваться. Он будет где-то там, это личное его дело, поэтому ничего такого не ждите. Браво, дорогая редакция. Значит, ну... И вот вы знаете, с одной стороны опять поползли эти слухи, сомнения, что все-таки вакцина какая-то не такая. А я переспал с этой мыслью, и до меня наконец дошло. Но это на самом деле что им мешало? Просто как обычно, перед камерами устроить очередное представление, устроить очередное шоу, снять кино, якобы Владимир Владимирович ширяется какой-то там вакциной, хотя там вполне могла быть глюкоза или какая-то витаминка, все это снять. Ну, недаром у него, в конце концов, есть друг Михалков, они очень часто это делают. Но потом, повторюсь, до меня дошло, что на самом деле, видимо, дед просто боится. У него уже пунктик вот здесь. Что даже под видом глюкозы кто-то из его окружения может ему запросто ввести отравляющее вещество. Какой-то он просто боится, что его убьют. То есть, представляете, до какой степени надо было доуправляться, что даже бояться собственного окружения человек начал. У нас-то понятно. Мы-то, это уже давно понятно, что нас, обычных граждан, он боится, поэтому он из своего бункера вообще носа не кажет. Но в последнее время он, в принципе, оттуда не вылезает. В последний раз, да, вот на моей памяти, когда он вылезал из бункера, это было в тот момент, когда его обнулила Терешкова, он в срочном порядке, по Казушинам поехал в Государственную Думу, что-то там стоял со слезами на глазах, говорил спасибо своим халуям. Вот, а тут даже от такой постановы отказался. Ну, повторюсь, вот очевидно, что он просто боится, что его могут убить. Вот и все, что надо знать про нашего великого кормчего, да. Ну, и в довершении, раз уж о коронавирусе начали, есть у меня для вас одна замечательная история, не могу прям с вами не поделиться. И так, да, вот есть у меня любимая поговорка, кому война, кому мать родна. В очередной раз я убедился в ее правдивости, уместности и своевременности в связи с этой пандемией. Да, для кого-то пандемия, для кого-то все-таки праздник. Рассказываю. Дело в том, что вот буквально на днях я по своим делам, по работе должен там в обозримом будущем поехать в командировку. Не буду рассказывать, с чем эта командировка связана. Связана, да, она с моей работой на Ютьюбе, но связана она еще и с выездом за пределы страны. Тут я в последний раз за пределы страны выезжал давненько, года два назад, то есть еще в допандемийные времена. Конечно, я начал ситуацию изучать, потому что там какие-то нововведения появились. Первое, что я узнал, что сейчас, прежде чем куда-то вылететь, в обязательном порядке нужно сдать тест на коронавирус. Но меня это в общем не удивило. Удивило меня все дальше. Когда я начал копаться в этой истории, первое, что меня, во-первых, несколько насторожило, почему-то все вот эти вот анализы, тесты на коронавирус делаются в частных медицинских центрах. И только в частных медицинских центрах. То есть просто придя в больницу, ты не сделаешь такой тест. Второй момент, это ценовая политика. Ну вот так вот, если погуглить, то увидите, что средняя цена, которая заявлена медицинскими центрами за сдачу вот этого теста, она где-то в пределах двух тысяч рублей. Существует даже тысячу восемьсот, немножечко меньше. Но, как показала практика, это не более чем рекламная вывеска, потому что а. Сейчас погнали. Вот конкретику по деталям. Ну, во-первых, я сразу понимал, что тест, он имеет какой-то срок годности. То есть я не могу сегодня сдать тест, а через неделю куда-то полететь. То есть он должен иметь какой-то срок годности. То есть вот эта вот правка действует какое-то определенное время и не более. И так оно и случилось. По требованию там разных стран максимальный потолок, который установлен, это 72 часа. Причем 72 часа с момента сдачи анализа. То есть не с момента получения справок. Но в идеале подавляющее большинство стран требует, чтобы был меньший интервал. Все-таки 48 часов. Ну, вот такая эталонная цифра. То есть двое суток, не более. Повторюсь, с момента сдачи этого самого теста. Дальше интереснее. А тесты делают в течение двух суток. Когда я начал спрашивать. Ребят, ну, во-первых, мне надо, чтобы он был, ну, хотя бы там, хотя бы 72 часа. Действовал в идеале вообще 48. Казалось, что есть такая услуга. Делают и побыстрее. Но это уже называется экспресс-тест. Или там супер-экспресс-тест. И это стоит отдельных денег. Плюс тест должен быть на английском языке как минимум. Ну, или хотя бы на там языке страны пребывания. То есть, грубо говоря, если лечу в Германию, он должен быть на немецком. Если лечу в Италии, он должен быть на итальянском. Ну, вы понимаете. Вот это тоже стоит определенных денег. На круг у меня вышло за вот этот вот тест на коронавирус 8 тысяч рублей. Дамы и господа. Это только в одну сторону. Потому что по возвращению в Россию, там же в аэропорту, я должен буду сдать еще один тест. Доказывая, да, что я никакую холеру, никакую заразу, никакой коронавирус там за бугром не подцепил. Это тоже будет стоить. Ну, в моем случае уже как раз вот эти самые рекламные заявленные 2 тысячи. Итого на круг-то получается десятка, господа. Десяточка на души населения. Просто за какой-то коронавирус. Понимаете, еще раз повторюсь. Кому война, кому мать родна. То есть, одни кричат пандемия, другие на этом лавандок зарабатывают. Вот представьте просто на минуточку, сколько таких, как я ежедневно летит куда-то по делам или может быть на отдых, просто вылетается огромное количество людей. И все вот так же платят вот такие вот бабки. Собственно, вы подумайте об этом, чтобы порадовал я вас. Ладно, хорошего дня. Увидимся, услышимся очень скоро в пятницу. Пока-пока.